Мы как-то привыкли к тому, что сначала что-то сделал там Запад или Восток, а потом мы начинаем это дело как бы к себе перетягивать, тиражировать, и потом радуемся, что у нас все тоже хорошо работает, а мы впереди планеты всей. Но надо понимать, что в очень большом количестве случаев мы с вами копируем то, что есть. Вот, например, возьмите сотовые телефоны, возьмите вот эту камеру. Эта камера, так сказать, сделана на Западе, в Японии, да, и там же висели. Вот. И мы потребляем это дело. Это приятно, это хорошо, так сказать, но это не наше. И здесь, вот если говорить о умных сетях, начали и у нас в России, и за границей более-менее одновременно. Более-менее это, ну, разница там 5-6 лет. Вот. И, как ни странно, вот уровень износа сетей, которые существуют, вот, скажем, в Соединенных Штатах, Америке или Европе, он, в общем, грубо говоря, такой же, как у нас. Он отличается во втором значении, понимаете, это несущественно. Поэтому в этом смысле вот вся эта философия смарт-грид и вся техника, которая, кстати сказать, поддержана и министром Шматко и замминистра Шишкина, который отвечает за технический прогресс в отрасли, и Бударгиным, вот, и Швецом. Вот Бударгин, он, как бы, такой мотор, и человек, который понимает все преимущества этого дела и является энтузиастом. Это очень здорово, он такой человек. Моторный, вот, и с ним приятно работать. В этом смысле, вот, как бы, стартовые условия не сильно отличаются. Вот. У нас есть свои особенности в России, в российской энергетике. Состоит эта особенность в том, что у нас большие расстояния. И у нас очень большой опыт транспортировки энергии электрической энергии на очень большие расстояния. Вот. Мы в свое время сделали первыми систему, которая перебрасывала электроэнергию вот за ходом Солнца, так сказать, вот, как Солнце двигается, так можно было перебрасывать на большие расстояния. Вот. И очень многие в электрофизике, электротехнике, в современной вещи были сделаны у нас первыми. Вот. Мы должны просто понимать. Вот. Вот. И электротехническая наука, а также наука управления, наука сбора, обработки информации, вот, у нас в России развита очень прилично. Это историческая, так сказать, вещь. Почему? Потому что технические решения, идейные решения, которые закладываются в смарт-грид, они в значительной степени опираются на достижения физики. Вот. А физика у нас, вы знаете, это, кстати, очень прилично развита. Это все наши Нобелевские лауреаты в области естественных наук и физики. Поэтому мы, в общем, считаем, что у нас, в отличие от многих других сфер, вот, у нас здесь неплохие, в общем, шансы добиться результата. Есть разработки, которые, в общем, для наших западных коллег являются, в общем, интересными. Если говорить, в общем, вот тоже о наших делах, то очень многие люди, вот, из отделения, которое занимается управлением, вот, работают на западных компаниях уже по направлению смарт-грид. Они приходят к нам и говорят, ну, а мы хотим на нашу энергетику работать. Вот. То, что сегодня и министерство, и фойска к этому делу относятся с явной симпатией, это, в общем, для ученых не очень частый случай, поверьте. Обычно какую-то проблему и какую-то идею надо пробивать, к сожалению. А сегодня ситуация другая. Вот в этой области. Эта область, вот, она, мне кажется, сегодня, она выделена. Редактор субтитров А.Семкин